Итак, мы продолжаем вещание из Харькова. Сегодня вторник, 8 апреля 2014 года. Утром сегодня все защитники облгосадминистрации из числа антимайдановцев были арестованы, или часть из них, по крайней мере, была арестована, и антимайдан потерпел, скажем так, поражение. В облгосадминистрации сейчас ситуация полностью контролируется силовыми структурами. Здесь мы видим милиционеров, которые, судя по шевронам, я не знаю, можно ли ему доверять или нет, это харьковские милиционеры. И вот там, вот дальше, чуть-чуть, мы видим каких-то людей в какой-то странной, на мой взгляд, одежде. Во-первых, они с оружием, с огнестрельным оружием. Это какая-то контртеррористическая организация, или я даже не знаю. В балаклавах все с закрытыми лицами, с автоматами Калашникова. А также у них в подсумках, там, по-видимому, противогазы или какое-то еще оборудование. Перед входом непосредственно происходит уборка мусора. То есть, после вчерашнего этого костра, рабочие забирают все, весь мусор грузят в мусорную машину. А вот здесь вы видите, вот там, за передней елочкой, обгоревшее окно того помещения, которое вчера полностью выгорело во время событий на площади. Теперь посмотрим, что происходит здесь. Пройдем вдоль ряда. Здесь стоит кордон милиции, и рядом с ним собрались протестующие. Во-первых, вот здесь, на площади, тоже есть и милиционеры, но за ними собрались люди, которые ведут себя пока что достаточно спокойно. Вот здесь вот несколько, может быть, сотни человек, наверное. Часть из них, ну, только что скандировала фашисты, фашисты. Вот как выглядит вход в облгосадминистрацию. Как видите, разбитые стекла. Я бы сказал, на первом этаже большинство стекла разбито. Вон там видны обгоревшие участки стены, где попал первый из коктейлей Молотова. Мы видим, тут есть и журналисты. Вот, здесь собрались люди. Я, на сколько знаю, да, да. Калька в Антимайдан. Вот. Хотите что-нибудь сказать, я могу вас показать? Нет, смысла нет. То есть, да, все сказано. У вас есть информация о том, что произошло и что сейчас происходит? Я с вашего фильма получаю. Серьезно? Да, нет, дело в том, что действительно отличное комментирование было. Вот, вот, не заонажировано ни в какую сторону. Вот такое, какая должна быть журналистика. Просто констатация факта и все. Спасибо. Нет, я видел, да, там рискованная работа. Было несколько раз ночью, да, типа, что снимаешь и так далее. Да, да, это да. Это очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. Спасибо, что смотрите. Как мы видим, есть люди, которые уже узнают наш канал. Ну, будем работать как можем. На самом деле, конечно же, я должен сказать, что моих ресурсов, времени и сил не хватает на то, чтобы освещать события в полной мере. Потому что я не профессиональный журналист. Алло. Что? Ну вот я вещаю уже. Не знаю, у меня 3000 зрителей. Так, уточнил качество связи. Значит, еще раз повторю, я совершенно непрофессиональный журналист и вообще не журналист по профессии. Поэтому мне не удается посвящать этому стримингу столько времени, сколько, ну, как бы, необходимо, к сожалению. Я надеюсь, что к этой деятельности подключится больше добровольцев, потому что, как оказалось, если честно, я долго не брался за это дело, думая, что это связано с какими-то особыми, там, серьезным уровнем квалификации, скажем так. На самом деле, оказалось, что это очень просто. Просто регистрируйтесь, подключаете, устанавливаете специальное приложение на свой девайс. Это может быть любой совершенно смартфон на Android или iOS, к примеру. А может быть и на Windows Phone. И можете начинать вещание прямо сразу же, сходу, потому что на самом деле это бесплатно и, ну, в общем, не требует особых каких-то навыков. Однако, сегодня я не поленился, нашел, изыскал средства и заплатил за базовый аккаунт на Ustream. И, собственно говоря, надеюсь, что это поможет нам улучшить качество, по меньшей мере, качество изображения сохраняемых роликов. Чего, конечно, было очень, очень не хватало. Так вот, сейчас я попытаюсь пройти вокруг всего этого. Откуда прибыли вот эти контртеррористы? Или я не знаю, кто они, но они выглядят очень устрашающе в балаклавах. Обычные харьковские милиционеры, конечно, ничем особо не выглядят так зловеще. Ну, а эти люди, как какие-то, я даже не знаю, кто. Головорезы прям. Ну, как все вообще в балаклавах. Здесь мы видим, что, по-видимому, по-видимому, часть брусчатки все-таки пострадала в результате вчерашних событий. И была разобрана, возможно, это не просто какое-то повреждение покрытия, а была разобрана на метательные снаряды. Не знаю. Я видел некоторые, ну, какие-то осколки камней, плитки тротуарные, но немножко не такой плитки. Сейчас я пройду на площадь. Да, еще раз повторю. Я, конечно, стараюсь вещать, насколько это возможно, тратить на это свое свободное время. Но моя семья нуждается во мне, и моя работа нуждается в моем присутствии. Поэтому мне тяжело освещать совершенно все. Поэтому в 6 часов утра, когда подавляли здесь сопротивление окончательно, меня здесь не было и быть не могло. Однако, я еще раз повторяю, это очень просто. Не просто, а очень просто. Идете на Ustream, например, Ustream.tv, насколько я помню, и там буквально все инструкции есть по тому, как начать вещание, вообще не затратив на это никаких денег. Единственное, что вам потребуется, это мобильный интернет. Мобильный интернет может быть 3G. В Харькове у нас это, ну, я бы посоветовал Интертелеком, и сразу же купить мобильный модем, потому что по Wi-Fi получается, что девайс тратит гораздо меньше энергии, и у вас будет возможность сэкономить какую-то батарею, и дольше продолжать вещание. Мобильный модем, это, например, не знаю, ну, у меня модем Sierra. Я плохо разбираюсь в спецификациях, но меня он более-менее устраивает. Хотя вчера 4-х часов непрерывного вещания он не выдержал. Так что, может быть, есть и получше. Вот. Ну, вот вы видите, сколько людей. Людей немного. А также я не вижу ни флагов, ни транспарантов. По-видимому, собрались только люди, которые, ну, пришли посмотреть и оценить обстановку. Никаких целенаправленных мероприятий тут не проводится. Вот, насколько я знаю, арестовано около 70 человек. И, как сказал Аваков, сейчас разбираются, кто эти люди и что они собой представляют. В общем, по-видимому, намекая на то, что это не украинцы, не харьковчане, а какие-то засланные к нам диверсанты. Во что, ну, лично я не верю, я общался со многими, я не встретил ни одного россиянина там, гражданина Российской Федерации. Может быть, это было бы и неудивительно, встретить тут такого человека, но нет. Вот. Вот будет интересно и узнать, каковы результаты этого расследования и действительно ли среди задержанных есть не украинцы и не харьковчане. И лично я в этом сильно сомневаюсь. Ну, вот вы видите, что обстановка пока что спокойная, людей сравнительно немного, буквально несколько сот человек. Я бы сказал, сотни две, может быть, три, если учесть всех, кто в разных концах площади находится. Нету ни флагов, ни транспарантов, ни каких-то лозунгов, короче, никакой организации вообще. Вот там, со второго этажа нас снимает еще один персонаж в Балаклаве. Как я еще раз повторю, помимо милиции здесь присутствует некое спецподразделение. Возможно, контртеррористическое или я уж не знаю. Они экипированы по-другому, они носят Балаклавы и вооружены огнестрельным боевым оружием, автоматами Калашникова. Какой-то там модификацией, я в них не разбираюсь. Вот. Ну и они стоят чуть поодаль, туда ближе ко входу, а вдоль дороги стоят обычный кордон харьковской милиции, насколько я понимаю, опять-таки, кто это. Ну вот, собственно, и все, пожалуй, что можно на данный момент сказать. Ни о каких планах сторон я лично информации не имею. По-видимому, ее надо искать в социальных сетях. Есть кто-нибудь, кто может высказаться, кто знает о том, что происходит, и что будет, и кто что планирует? Что будет, наверное, никто не знает. Ну, хорошего, наверное, ничего не будет. Вы думаете, будет возрастать сопротивление харьковчан и протесты какие-то, как это было в Киеве, например? Ну, как быстро. В ближайшие несколько месяцев коснется каждого, и тогда будет возрастать. Вы думаете, по мере ухудшения экономической ситуации в стране протесты будут усиливаться? Да. Правильно? Да. Хорошо, будем наблюдать за ситуацией. Свою демократичность даже вот этим вот показала. Предыдущая кровавая власть автоматчиков не выставляла. Да, согласен. А здесь почему-то ночью стрельбы не было. Ну, все примерно так же произошло, как в России, когда Ельцин приходил к власти, победив ГКЧП, которое так и не решилось ни стрелять в народ, ни каким-то образом подавлять, ни побоялось жертву. А Ельцин демократический расстрелял тут же парламент. Да, 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 он где-то так. Вот как бы и цена демократии. Хотели свободу, вот вам, пожалуйста. Мы видим, что здесь происходит потасовка. По-видимому, человек, которого приняли за провокатора. Неизвестно, является ли он провокатором, потому что непонятно, чем он провинился. Я боюсь, что сейчас ситуация такая, у людей настолько взвинчены нервы, что они могут наброситься на кого-нибудь, на кого покажут и скажут, что он провокатор. Даже если он ничего не совершал. Я вполне допускаю такую ситуацию. То есть люди ищут, кого вообще побить. Ходят такие злые. По ту сторону люди думают, что здесь их не ярые оппоненты. Серьезно? Вы так думаете? Да, ну с чего вдруг? Да, да, все думают, что это дело в том, что было же несколько раз такое, когда... Я не показываю, нет. ...было, скажем так, противостояние... Когда? Вот позавчера, да? Или вчера? Вчера днем. Да, да, да. По одну сторону демонстрация Евромайдана, по другую сторону антимайдана. Да. Вот как бы и сейчас... Да, я понимаю, но здесь же нет ни флагов, никаких привознгов майданов. Ну вот такое вот на подсознательном... И еще раз хочу сделать ударение на том, что те люди, которые стоят по эту сторону от улицы Сумской, вовсе не являются представителями Майдана, как может иногда показаться тем, кто стоит ближе к милиции. То есть, на самом деле, здесь просто пришли люди посмотреть на то, что происходит. Кто из них, каких политических взглядов, на самом деле, внешне совершенно невозможно понять. Никто ничего не скандирует с этой стороны, там немножко скандируют, но их довольно мало. Я бы сказал, вообще человек 100, здесь еще человек 200, ну вот где-то так. Одним словом, еще раз резюмирую. Сопротивление антимайдановцев, которое продолжалось в течение суток с небольшим, в Харькове подавлено силами верных киевской власти органов правопорядка. В том числе, некое подразделение, выглядящее достаточно зловеще, с автоматами Калашникова в Балаклавах, которые скрывают свои лица, по-видимому, опасаясь попасть, быть деанонимизированы. Ну, собственно, вот все, что известно на данный момент. Куда делись арестованные, куда их увезли и собираются ли активисты, оставшиеся на свободе, продолжать сопротивление и вывести людей на улицы, продолжать, ну, я не знаю. Я думаю, что надо смотреть в соцсетях, например, на ВКонтакте сообщества Антимайдан. Там, несмотря на большое количество мусора, тем не менее проскакивает какая-то информация. Да, кстати, вот, например, комментарий от меня по поводу, например, того, что я услышал по Харьковскому каналу от харьковского тележурналиста по имени Владимир Мазур, моего некогда приятеля и бывшего коллеги. Он говорит, что, ну, он сам, на самом деле, достаточно промайдански настроен и не пытается это воскрывать, что, на мой взгляд, для журналиста достаточно высокого уровня это не солидно как-то. То есть я считаю, что, как бы то ни было, журналист должен сохранять беспристрастность. Но, тем не менее, он, например, приводит как свидетельство заговора или диверсионной деятельности то обстоятельство, что, например, в какой-то момент лозунги за Януковича, за возврат Януковича внезапно воскресли во всех восточных и южных областях и сразу же были подхвачены всеми митингами внезапно. Потому что о Януковиче, казалось, уже все забыли и тут вдруг вспомнили о нем повсеместно и одновременно. И он говорит, что вот, значит, за этим всем стоит некая координирующая сила, которая выдала команду обратиться к Януковичу с просьбой вернуться на Украину и возглавить все это. А значит, Россия или там кто-то еще, но он не говорит так прямым текстом, но, тем не менее, подразумевает, что за этим стоит вот спецслужбы Российской Федерации, скажем так. Я бы сказал, что синхронизация подобных действий – это в нынешнее время очень простая вещь. Достаточно распространить эту информацию по соцсетям. Мне кажется даже, что кто-то высказал эту идею и неизвестно, насколько она имеет право на жизнь даже. Лично я не одобряю, например, попытки призвать Януковича. Но кому-то пришла в голову мысль, что Янукович в силу своей формальной легитимности может быть в данном случае полезен в качестве вот лозунга. И эта мысль стала муссироваться в соцсетях, обрастать какими-то лавинообразными подробностями, распространяться, как бы, тоже лавинообразно во все стороны. И таким образом приобрела популярность и одновременно действительно эти лозунги появились во всех местах. Я бы не усматривал за этим никакого заговора. Алло. Я знаю, я выключаю. Все, давай. Ну все, повторю. Евромайдан потерпел на данный момент в Харькове поражение практически полное. Никаких признаков продолжения сопротивления, кроме небольшого количества протестующих возле здания облгосадминистрации, мною не было замечено. Также нету и Майдана никакого. В связи с тем, я лично склонен, например, считать, что Майдан тоже управляется какой-то координирующей силой. Но не могу это не подтвердить, не опровергнуть, потому что у меня данных никаких нет на этот счет. Все, на этом, на сегодня я прекращаю. Всем спасибо. Продолжаем следить за ситуацией и по мере возможности ее освещать. Да, вот, на всякий случай скажу еще. Вижу, что комментируют люди, что арестованы в Киевском и Полтавском СИЗО. То есть за прошедшее время их куда-то успели увезти в Киев и Полтаву. Но это как-то слишком, мне кажется, далеко. Но в Полтаву могли, да. Возможно, их действительно увезли из Харькова. Вот мы видим здесь скорую помощь. Связана ли она как-то с событиями политическими? Может быть и нет. Просто скорая помощь спешит на вызов. Пытаюсь остановить вещание. Продолжение следует...